Хэллоу всем друзьям, с вами Илья Уанн, и сегодня я буду показывать то, чего ни разу еще не держал в руках, а именно серию Фанка-Поп. Здесь представлены такие персонажи из мультфильма Душа, как Джо Гартнер, главный герой мультфильма в человеческом образе, так и 22 в немного хитрецком виде. Сверху у них присутствует порядковый номер, под которым выпустила эта компания в категории мультфильмов, как я понимаю, то есть тут Джо под номером 742, а 22 под номером 748. Снизу написаны их имена на английском языке, потому что, как я понял, Фанка-Поп никакие надписи не локализирует в принципе. И также написано, что эти фигурки сделаны из винила. Также сбоку представлена сама фигурка в нарисованном виде и логотип подгруппы этой компании. На задней части упаковки представлена вся коллекция персонажей из этого мультфильма и... Признаюсь честно, лично я все-таки не сдержался и посмотрел мультфильм целиком раньше времени. Да, я знаю, что этот мультфильм точно выйдет 21 января в русском дубляже, но лично я сумел посмотреть его в закадровом и странном для меня звучании. Ну, я просто не мог реально уже сдержаться, потому что я и так долго терплю его переносы, что ждать уже просто реально надоело. Но в любом случае, на русский дубляж мульта я все равно пойду, поскольку это было настолько прекрасно, что заслуживает второго просмотра в нормальном виде. Тем более, я не так уж много из этого просмотра что-то да запомнил. Кхм-кхм. Так, ладно, все, соберись, Илья. Давай же, переходи к обзору. Кхм-кхм. Кхм-кхм. Двадцать два в двух образах, одну из которых я имею на данный момент Moon White и код Mr. Mittens в образе души. Также, как и спереди, представлен логотип мультфильма на английском языке и главный фон постера. Конечно, тут есть маркировка Диснея и Пиксара Также сайт Диснея И куда же без сайта самого Фанка Итак, давайте я их достану И постараюсь рассказать о них без спойлеров Так как мульт в России пока что еще не вышел Ох, чувствую, это будет слишком долго Ну вот, наши герои почти что на свободе И давайте я сначала начну с самого Джо Гарднера Достану его из защитной формочки И вот он, наш Джо Гарднер Кстати, упаковки были сделаны у персонажей более чем грамотно Сразу видно, что у создателей с дизайном упаковки все было замечательно Значит, Джо Гарднер является школьным учителем музыки И именно в этом образе Поэтому давайте его детально рассматривать Он имеет на себе черные очки со стеклами Цвет кожи у него коричневый Глаза у него черные просто Так как это в стиле фанка, как я понял Хотя в мультфильме они у него были более карими На голове он имеет серую шелковую шляпу с черной полосой Также имеет большой нос и черные усы Конечно, он улыбается И, к сожалению, он недостаточно устойчивый Его голова умеет крутиться на 180 градусов Чего я не заметил и не испытал в прошлом обзоре По истории игрушек В руках он держит белую дирижерскую палочку И у него специальный жест рук Видимо, для того, чтобы держать правильное направление своего хорового оркестра Сам он одет также в черно-шестяной свитер и темно-серые брюки А на ногах у него красуются темно-коричневые блестящие туфли Сзади он имеет шикарные черные волосы Которые достаточно хорошо проработаны Ну и в целом хочу сказать, что Фанко-Поп тоже сделали героев больше головыми И придумали им более объемные формы тела Сама фигурка, как я говорил, более приятная на ощупь Так как я ни разу в жизни не держал настоящую фигурку от Фанко Ну и, как обычно, это бывает в своих обзорах Тут я расскажу основную биографию Джо Реального А потом мы перейдем к 22-й Итак, как мы знаем по трейлерам Джо Гарднер является обычным жителем Нью-Йорка Работает он школьным учителем музыки И всегда мечтал попасть в джаз-бэнд Такой известной саксофонистки Как Доротея Уильямс После того, как он прошел Кастинг в этом квартете И получил одобрение При нахождении хорошего костюма Он был в таком полнейшем восторге Что при этом даже не замечал того Как создавал проблемы окружающим При полнейшей неосторожности Он проваливается в люк Из-за чего и создаются для него новые приключения В образе его души Однако Джо это не устраивает И он изо всех сил пытается избежать своей смерти А также пытается вернуться в свое тело Что интересно В трейлере показывались даже его простые радости жизни Однако подробно об этом можно узнать Когда вы, в том числе и я Пойдете в кино на мультфильм Что ж Вот вся его краткая биография Которую я пересказал из трейлеров А теперь мы переходим Ко второй героине нашего обзора Как 22 Итак Теперь мы и достанем И 22 Из защитной формочки И вот она Наша душа Представлена Во всей красе Значит Сразу заметно Что она стоит на Устойчивой Прозрачной Подставке Если Джо Даже в образе души Мог ходить То она передвигается Словно облако В общем У нее такой цвет Морской волны И имеются Как розовые Так и желтоватые Оттенки Брови Голубые Глаза опять же Черные Хотя в оригинале Они у нее были Синие Имеются два Передних зуба Рот Рот Широкий Достаточно Также виден Язык Потом Как я уже Говорил У нее такой вот Ухмылено Хитрецкий взгляд И она указывает Куда-то так Будто Хочет Кого-то обмануть Или устроить Очередную пакость Какому-либо Наставнику Лишь бы не вернуться На землю И стать душой Кого-либо Из людей Тело У нее Намного Меньше Чем Голова Но это Неудивительно И она Таким образом Очень похожа Сейчас На какой-нибудь Грибок Если честно Сама она По размеру Выглядит Меньше Чем Джо Но в целом Очень добротно Тем более Такую Прозрачную Подставку Я честно Не ожидал Здесь Увидеть Значит Душа Под номером 22 Обладает Таким характером Как Большим Нежеланием Покидать Семинар И весь Так скажем Душевный мир Ей больше Всегда Нравилось Потешаться Над ее Наставниками Которые Ей Нанимали Не раз И не два И в итоге Джо Хоть и долго Но все же Видимо Уговорил ее Вселиться в душу Кого-нибудь Из земных Людей Так как Ей Понравились Многие Реальные Вещи Которые Невозможно Было Ощутить В душевном Состоянии В общем Я реально Пытался Пересказать Только те Моменты Которые Осветили Раньше Времени И надеюсь Что вы Те зрители Которые Будут Смотреть Этот ролик Не найдете Каких-либо Спойлеров Ну что ж Я внимательно Осмотрел Всех тех Героев Которых Я же И приобрел Напомню Что они Сделаны Из винила Поэтому Они Более Приятные На ощупь И забыл Сказать Что этих Героев Были Сделаны Во Вьетнаме Так что Давайте Переходить К концу Этого Ролика Что ж Это Было Круто Если что Я реально Дико Извиняюсь За то Признание В самом Начале Этого Видео Которое Я не мог Просто Не сказать Потому что Я всегда Стараюсь Быть более Честным Перед Своей Аудиторией И стараюсь Дорожить Своей Репутацией В целом Не пропустите Премьеру Мультфильма Душа Который В России Выйдет 21 января Если кто-то Задумывается Идти или нет То лично По моему Мнению Поход В кино Обязателен Вот таким Наверное Долгим Получился У меня Обзор На таких Героев От Фанка Поп По мультфильму Душа Как Джо Гарнер В реальном Времени И версию Души 22 В более Хитрецком Виде А в следующий Раз Ждите Более Стандартные Обзоры Которые Могут Выйти Либо Отдельно Либо Я посмотрю Как с этим Можно будет Решить Вопрос Ну все Ребята Это был Канал Ильяу Ван Еще Увидимся В других Обзорах И видео И всем Пока Продолжение следует